Кого же мы ожидаем на посту главного тренера Спартака? Все-таки оставить Лислишковича или скажут, что нужен кто-то пожирнее, кому можно более высокую заработную плату заплатить? Так, чтобы рядом стать, было не стыдно и сфотографироваться. Еще раз. Кто возглавит Спартак на ваш взгляд? Кого привезет Амарал? Мы сейчас с вами столько раз говорили. Видите, Амарал говорит в свете высказываний Черданцева. Черданцев ведь тоже не из пальца высосал свою мысль. Не из пальца. Он сказал, надо соответствовать, понимаете? Видимо, они обсудили этот вопрос, понимаете, на высоком уровне с руководством Лукойла. Хватит валять дурака. Есть тренер, есть тренер. Не тренеришка, понимаете, а тренер, который будет ходить с соответствующей заработной платой. Так. Вот, и разговаривать с ним надо будет. И главное, чтобы он ни в коем случае по-русски не говорил. Так. Потому что вот тренер Слишкович, слишком, слишком много иностранных языков знает. Он по-русски хорошо говорит. А опыта, он на шести языках хорошо говорит. И жена русская. Сергей, но это же не принимается во внимание Черданцева. Так. А значит, и аморалом тоже не принимается. Там другие мысли, вот более глубокие. Да. Более глубокие. Потому что, Сергей, вы поймите, в чем слабость, легковесность золотых медалей спартаковцев, когда они стали чемпионами в каком? В семнадцатом каком? Да, в семнадцатом. В семнадцатом году в чем? Не было величия тренера. Легкие медали, они какие-то не те. Понимаешь? Не те. Вот если бы был бы тренер, потому что созвучным золоту, чемпионскому титулу соответствует тренер, тогда бы и уровень был другой. Уровень должен быть другой. Понимаете? Тем более, что желающих поднять на более высокий уровень комментарий, уже все сделано. Понимаете? Уже все, все есть. И телевидение, так сказать, и показать. И хочется говорить. Понимаете? Вы посмотрите, как они страдают. Я же это чувствую, как страдают наши комментаторы спортивные по тому, что нету в нашем футболе тренеров высочайшего уровня. Высочайшего, перед которым хотелось бы стоять нашим комментарием все равно, как будто ты в Лиге чемпионов. Как будто ты не в Москве, а там, в Европе. Да. Понимаете? Ну, что я могу сказать, Сергей? Ну, есть, есть. Это чувствуется. Этот недостаток чувствуется. Хочется, хочется. Чтобы появились звезды. А то какой-то тренер, кто бьется. Ну, о ком говорить? Главный тренер Зенита – это очень галантный, очень порядочный, тихий, спокойный человек. Он ничего не скажет. Хочется буйных, Владимир Михайлович, вы имеете в виду. Хочется буйных. Настоящих буйных мало. Хочется кого-то буйного. Понимаете? Слишком ведь плохо. Симак слишком галантен. Хочется буйного. Так, чтобы она посылала, ему ничего за это не было. Я уходил от этого слова как мог. Понимаете? Потому что вы скажете опять, Владимир Николаевич, вас перекашивает. Настоящих буйных мало. Я с вами согласен. Вот и нет его Жакова. Да, да, да. А в Спартаке… Только буйные. Это очень ценится, это очень ценится, понимаете? Да, да. Надо, чтобы кричал, орал. Чтобы Евгений Симачевич почувствовал, что есть конкуренты. Ему есть конкуренты настоящие. Ну, что я могу сказать? Чтобы Евгений Симачевич почувствовал запах родной, да? Да, 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 да. Он не чувствует, понимаешь? Партнера нет. Без конкуренции Сергея, ты пойми, ничего не дается. Нужно заводила. Нужно заводила. Нужно заводила. Поэтому пусть ищут. А морал говорит, что да, там что-то есть. Поэтому вот эти вот 4-5 фамилий, которые мы в передаче назвали, спартаковские, слабоватые. Ивич, Ивич Владимир Николаевич. Да, нет, немножко такой, знаете, на нем много денег не заработаешь. Больше славы тоже. Так вроде бы ходит, там, менжуется, хочет показать, что в нем есть какое-то величие. Да, играл в Великобритании, да, говорит по-английски, русский так не выучил. Есть за что уважать. Что я могу сказать? Владимир Николаевич, ну и важный момент по поводу истории с футболистом Безруховым. Да. Высказался после того, как Зенит проиграл. Неудачно. Да, теперь на Безрухова завели дело, дело шьют со всех сторон. Завели дело в комитете по этике. Юристы грозят уголовным делом. Артисты ополчились. Эвелина Блёданс, комики, юмористы и прочее, и прочее. Они все возмущены, Владимир Николаевич. Почему? Почему Аллу Борисовну-то не призвали? Ну, с ее мужем. Я вот тоже не понял, Сергей. Тоже не понял. И спасибо только, я бы сказал, генеральному директору Российского футбольного союза, которому я, может быть, не всегда бываю справедлив и высказываюсь по нему довольно жестко. Да. Но он сказал, что это шутка. Так. Но шутка неуместная. Ну, это шутка, понимаешь, Сереж? Он сказал, правильно сказал. Это шутка, Сергей. Так. Прежде всего, это шутка. Так. А потом уже, после этой шутки, вот. Ну, любая шутка, она хороша, когда не про зенит. Понимаешь? А когда про зенит, за это надо как-то отвечать, Сергей. Здесь такие люди подключены. Как вы говорили, все шкуплено. Понимаете? Сверху донизу. Понимаете? Эвелина Блёнц высказала с Владимиром Николаевичем. А почему ей не высказаться? Я же вам сказал. Хотите, чтобы вас заметили? Высказывайтесь. Высказывайтесь про Спартака, про зенит. И вас сразу заметят. Понимаете? Про других не заметят. А здесь, конечно, Эвелина стареет. Ей тоже нужно, чтобы не забывали. Поэтому она высказала. Ну, что вы думаете по поводу фразы футболиста Безрукова? То есть, как к этому относиться? Именно к фразе Безрукова? А что Безруков сказал, Сергей? Подождите. Ну, Владимир Николаевич, он после победы пошутил. А, вы имеете футу. Я нашего актера. Сашу Белого. Я думаю Сашу Белого. Вы про него все время не забываете. Я думаю, вы про Сашу Белого, а я просите. А вы про Безрукова другого. Что вы думаете про фразу Безрукова футболиста? Ну, я говорю, шутка хорошая. Да. Но шутка затянулась. Да. Почему затянулась? Потому что она касаемо была клуба, который болезненно переживает свои недостатки. Ну, что ж, Сергей. Ну, такое бывает. Понимаете? Просто бывает. Я говорю, шутка, да. Но она, да. Может быть, не к месту. Потому что, ну, знаете, один раз пошутили. Один раз ведь уже пошутили. Когда вся страна начала смеяться после того, как Зенит проиграл. И все возмутились в Санкт-Петербурге. А почему все громче всего, все рыдают, плачут, смеются одновременно. Понимаете? И танцуют. Притом вся страна танцевала. Потому что Зенит проиграл. Что это за танцы? И тут еще выходит этот Безруков. И продолжает эти шутки с Зенитом. Но я говорю, Сережа, поймите меня. Шутка, когда она затягивается, она превращается из шутки в злобную. В злобную такую, я бы сказал. Да, сумел ранить. Ранить сердца многих крупных руководителей. Теперь серьезно. Мне даже ваш партнер, я прослушал ваши вопросы, выступления, работы с Дюковым. Даже Дюков по этому вопросу сказал, что надо разобраться. Ребята, может быть, действительно там был сговор. Может быть, сговор был. Там надо дать побольше денег, и Зенит будет просто рвать. Зенит не то, что второе, третье место. Что вы думаете, Владимир Ильич? Стоило ли заводить дело, комитет по этике? Конечно, не стоило. Но дело в том, что правильно сказано, комитет по этике так редко собираются, что их надо обязательно призвать к работе, потому что иначе они теряют квалификацию. Ну, в этом смысле, конечно, надо позвать. Ну, надо как-то проявить, показать работу. Хотя я же говорю, все нормальные люди, начиная с руководителя российской премьер-лиги, он очень правильно сказал, мне понравилось его выступление, короткое, он сказал, «Ребят, ну это шутка, не принимайте все это близко к сердцу, ничего здесь». Мне очень корректно высказался, я на его стороне. Ничего, не надо проявлять. Ну, кого-то, я говорю, кого-то это задело. А этот кто-то, он при деньгах, при больших, понимаете? И ему свое лицо не хочется терять. То есть, дисциплинарный регламент, мы должны включить фразу, не шутите про зенит. Да, именно так, Сергей, вот именно так. Можно всем, про всех. Но зенит – это особая стать. Понимаете? Просто особая стать и все. Ну, как сказал Оленичев, чтобы эту стать вставить на место, надо всего-навсего приобрети одного очень сильного нападающего, который просто будет... Продолжение следует...